Здравствуйте! Это новости на канале ННТ. В студии Факира Рамазанова и в начале коротко о главном. Нелегальный майнинг. Какие последствия он влечет и как с этим бороться? Эти и другие вопросы обсудили на совещании правительства республики. Хотелось бы отметить, что учащение случаев хищения электроэнергии может приводить к неисполнению в полном объеме отдельными должностными лицами районных и городских электрических сетей обязанностей по контролю формирования потерь электроэнергии. Границы руками мастериц. Дагестан присоединился ко всероссийской акции «Карта России». Два дня волейбольных баталий. 16 команд и только три призовых места. В Махачкале завершился турнир по волейболу на призы муфтия Дагестана. 18 нелегальных майнинг-ферм выявлено в 2022 году в Дагестане. Отправление электроэнергии при получении криптовалюты говорили на совещании правительства республики. В режиме ВКС к обсуждению были подключены главы муниципальных образований и руководители сетевых компаний. В Рио министр энергетики Резван Мурадов отметил, что неучтенное потребление приводит к перепадам напряжения. Из-за этого страдают добросовестные потребители, что обоснованно вызывает рост социального напряжения. Приведенный анализ показывает, что за истежий год, когда деятельность по майнингу получила широкое распространение, потребление электрической энергии в республике увеличилось. За 2019 год потребление электроэнергии составило 6,6 млрд кВтч, за 2020 год составило 6,9 млрд кВтч, а за 2021 год 7,7 млрд кВтч. Таким образом, прирост за 2021 год составил 12%, при среднем показателей прошлых лет 5,6%. Наглядным будет и сравнение прироста потребления в республике в 2021 году с аналогичными показателями в целом по стране, которые составили 5,6%. Министерством энергетики и тарифов республики в адрес муниципальных образований в Министерстве ведомств был направлен запрос обведенных на территории муниципальных образований в 2021 году энергоемных и энергоемких производств мощностью более 500 кВт. Из представленной информации проведен анализ, который показал, что в районах республики не вводились объекты такой мощности, которые бы могли повлиять на подобный скачок потребления. При этом в Буйнадском, Карлудахтенском, Кунтуркалинском, Каекенском, Левашинском, Кизилюртовском, Унсукульском районах, а также в городах Махачкале, Дербент, Кизилюрт, потребление выросло более чем на 13%. Говоря о принимаемых мерах, он рассказал, что со стороны филиала Дагэнерго в постоянном режиме проводятся совместные с правоохранительными органами рейдовые мероприятия по выявлению незаконных майнинг-ферм. По итогам заседания главам районов и городов было рекомендовано усилить разъяснительную работу с населением о недопустимости хищения электроэнергии. Чиновники администрации Каспийска проверили ряд гастрономов и супермаркетов в районе Каменный карьер после обращения одного жителя. Комиссия изучила состояние товаров и условия их хранения. Среди зафиксированных нарушений отсутствие ценников, неуказание срока годности и неправильное оформление уголка потребителя. Кроме того, выявлены торговые объекты без регистрации в налоговой службе. Инновационные технологии в агропромышленном комплексе Дагестана. В Дербенском районе прошла научно-практическая конференция, посвященная повышению эффективности агросектора республики. На мероприятии были представлены новые решения, позволяющие увеличить объемы и качество производимой продукции, а также улучшить плодородие почв. В конференции приняли участие аграрии многих муниципальных образований, а также руководители и специалисты ведущих хозяйств и научных учреждений республики. Этноцентр Кайтаги присоединился к всероссийской акции «Карта России». Сотрудницы центра вышили карту Дагестана в технике всемирно известной кайтагской вышивки. На холсте, повторяющем копии границ республики, изображены традиционные узоры, старинные символы, и обереги с пожеланиями мира, а также талисман плодородия. Напомним, стартовала акция с февраля 2022 года во всех регионах страны с целью популяризации уникального культурного наследия народов России. Цельную карту размером 3 на 7 метров представят на празднование Дня России. Необычная выставка открылась в галерее Дома поэзии. В экспозиции под названием «Скелет» представлена коллекция изделий из дерева известного художника Ибрагим Халила Супьянова. Выставка проводится совместно с Музеем истории Махачкалы. В чем уникальность работ, увидела Малика Курбанова. Обычные куски дерева в работах мастера обретают новые формы. Ибрагим Халил Супьянов – представитель современного абстрактного символизма. Он нашел свой собственный неповторимый стиль в художественном направлении. Вот то, что вы видите вытянутые, то, что вы видите просто непокрашенные, покрашенные – это все каждый день, как мы меняемся. А так смысла я никакой не складываю. Как начинаю вкладывать туда смысл, все разрушается. Если отдельно посмотрите, вот те работы, вот то, что на полу, эти были отходы от спиленного, лишние куски от дверей, которые делал племянник. Их просто сложил друг на друга. Вы даже можете заметить, что ничего, никакого там выдуманного, ничего нет. Друг на друга складывал и клеил. В экспозиции собраны объекты из дерева, созданные на протяжении 20 лет. Его работы заставляют задуматься не только каждого зрителя, но и специалистов. Талант мастера проявился и в сценографии. Главный художник театра оперы и балета создаёт декорации и эскизы костюмов. Оно сегодня, не побоюсь этого слова, представляет в каком-то смысле мировоззрения одного из авторитетнейших мастеров изобразительного искусства Дагестана, художника-мыслителя, художника-поэта, художника-философа. И в каждой выставочной проекты Брагин Халила Супьянова – это настоящее событие культурной жизни республики. Это такое, знаете, сконцентрированное послание духовных исканий, духовных откровений. Живописец, график, сценограф. Произведения у художника хранятся в собраниях музея и частных коллекциях в стране и за рубежом. Для гостей выставки Супьянов открылся и с другой, неизвестной стороны. Его стихи вошли вызданы к проекту сборник «Снег на полях страниц стареет быстро». Супьянов очень неожиданный в том числе. Я предложила ему сделать выставку текстов, использовать его тексты, потому что замечательные, потрясающие глубины, сложные, интересные тексты, стихотворения. Вот эта выставка, которую художник назвал сегодня «Скелет», это ведь тоже не случайно, не просто так. И каждый объект, который мы видим, подписан как фрагмент, деталь, деталь номер 7, деталь номер 10. Это такие же фрагменты, из которых состоит скелет, скелет человека, скелет мироздания, скелет страны, вот всего какого-то проекта. И художник этим самым показывает нам, что все можно разобрать и собрать в том числе. И что это можно сделать по-разному. Выставка проходит в галерее Дома поэзии и продлится до 24 апреля. Малика Курбанова, Магомед Магомедов, ННТ Махачкала. К спортивным темам. Лидеры по медалям, но пока без золота. В Каспийске продолжается молодежное первенство России по вольной борьбе. В памяти героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. На коврах дворца спорта имени Али Алиева уже определились обладатели трех комплектов наград. Хозяева пока выступают скромно. По итогам первого медального дня у сборной Дагестана лишь одно серебро и четыре бронзы. Турнир собрал около 400 участников из 30 регионов страны. На торжественном открытии было отмечено, что с этого года все первенства страны среди юниоров будут носить имя Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего при исполнении служебного долга во время спецоперации на Украине. И большая гордость за то, что организаторы первенства России, которые проходят в Дагестане, посвятили его сыну Дагестана, герою России, моему сыну и герою Нурмагомеду Гаджимагомедову. Нурик всегда любил спорт, любил единоборство. Он гордился бы тем, что такие парни растут в нашей стране, во всех его регионах. Сегодня вы состояетесь в силе и мастерстве. Это важно для каждого спортсмена и для каждого мужчины. Я желаю вам и всем людям и народам нашей страны всегда помнить, когда идем против друга, обязательно будет выражение. Но когда мы вместе, наша общая сила обеспечит победу. Цените и уважайте друг друга. Добрый путь! Соревнования в Каспийске продлятся до 27 марта. Так, шансы на золото второго медального дня имеют трое дагестанцев, которые при поддержке родной публики сделают все, чтобы поправить турнирное положение и завоевать медали высшей пробы. Спорт, спорты, состязания, они и проводятся, и зрелищность, и мощность сына в том, что когда находятся зрители болельщиков, рядом с спортсменом, которые за него переживают болельщики, большая разница. И, наверное, многие сегодня, которые даже хотели, в Махачкале состоялся республиканский турнир, в Махачкале состоялся республиканский турнир. по волейболу на призы Муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди Абдулаева. В нем приняли участие 16 команд из городов и районов республики. Итоги соревнования подведет наш корреспондент Карим Даниев. Волейбол – любимая командная игра горцев. Такого ажиотажа и поддержки на трибунах можно увидеть разве что на представительных международных соревнованиях. Республиканский турнир на призы Муфтия Дагестана стал настоящим праздником для болельщиков волейбола. Эмоции великолепные. Очень хороший матч. Ну, правда говоря, Хунзахский пока выигрывает, но дальше посмотрим. За кого болеете? За хорошую игру. Очень зрелищная игра. Видно, высокий класс команд. И я давно не видел такой напряженной игры. Активно болеют болельщики. Я думаю, победит сильнейшая команда. Сильнейшие любительские команды республики на протяжении трех дней показывали красивые матчи. Выйти в финал удалось двум волейбольным дружинам. Команды Шамильского и Хунзахского района лучше всех показали себя в отборочной сетке. И в итоге разыграли между собой чемпионский статус. На протяжении всего матча сохранялась интрига. Первый период 25-22, второй 25-23. В упорной игре хунзахцы оказались выше класса. Хороший матч. Нормально. Взяли как могли. Собрались с командой и выиграли. Во втором периоде посередине матча что-то не так у вас пошло. По-моему, отставание было. А как смогли это возместить? Да, эмоциями, наверное, взяли. Собрались с командой. Духом взяли и все. Ожидали такой упорной битвы? Честно, нет. Мы не первый год встречаемся. Так что это почти каждый раз соперникам на турнире встречаемся. Мы очень рады, что выиграли. И соперникам тоже большое спасибо. Ну, короче говоря, мы очень рады. Несмотря на неудачу в финале, фанаты клуба Шамильский район не расстроились. Ведь команда показала потрясающее рвение к победе и конкурентную игру. Волейболисты уходят с площадки под аплодисменты. Итог – второе место. Мы, честно говоря, в полуфинале очень устали. Всю энергию, можно сказать, оставили в полуфинале. И не смогли восстановиться полностью как следует. Мы старались, но уже сил не хватило. У нас, тем более, несколько игроков сидят с травмами. Не было замены. Турнир завершен. Призы вручены. Третье и четвертое место заняли Ботляхские и Гумбетовские районы. Общий призовой фонд составил свыше 500 тысяч рублей. Подарки и призы вручили также и лучшим игрокам турнира. Хочу поздравить всех участников, присутствующих с таким прекрасным мероприятием. Поздравляем победителей и призеров данного турнира. И в эти нелегкие минуты, которые переживает наш народ и вся наша страна, Альхамдулилях, Балла Всевышнего Аллаха, за то, что нам получилось очередной раз показать нашу сплоченность, наше единство. И прошу Всевышнего Создателя, чтобы всегда сохранял в наших сердцах дух патриотизма, дух братства между собой, укрепил наши братские отношения. Вместе с болельщиками за турниром следили и не пожалели Карим Даниев и Салман Гитихмаев, телеканал ННТ. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Удачных вам выходных.